Здравствуйте! В эфире итоговая программа «Факт» в студии Сергей Довголюк. Президент Казахстана Нурсултан Азербайев обсудил с председателем Конституционного Совета Игорем Роговым запрос, связанный с возможностью проведения внеочередных президентских выборов, сообщает Интерфакс Казахстан. Нурсултан Азербайев обратил внимание, что им были осуществлены консультации с председателями обеих палат парламента, а также премьер-министром, отмечается в сообщении пресс-службы главы государства. Президент подчеркнул, что проведение выборов должно неукоснительно отвечать требованиям Конституции. Казахстанские правоохранительные органы настаивают на всестороннем и объективном расследовании обстоятельств смерти Рахата Алиева в австрийской тюрьме. В том числе предлагает принять участие в этом расследовании в случае согласия австрийской страны, сообщил МИД Казахстана. Экспосол Казахстана в Австрии Рахат Алиев был обнаружен повешен в минувший вторник в одиночной камере австрийской тюрьмы. Алиев 2007 года, посол Казахстана в Австрии, осужден у себя на родине в 2008 году в общей сложности на 40 лет лишения свободы по обвинению в совершении ряда тяжких преступлений, в том числе измене родине, подготовке госпереворота. Правительством Казахстана разработаны прогнозы развития экономики страны при цене на нефть в 50, 40 и 30 долларов за баррель, сообщил депутат член Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената парламента Михаил Бортник, пишет Костак. «Это позволит нам предусмотреть и колебания поступлений в бюджет, с одной стороны, и определиться с финансированием наиболее важных проектов для нашей экономики», — сказал Бортник. «При этом нужно подчеркнуть, что даже при оптимизации расходной части бюджета будут сохранены все социальные обязательства, которые государство взяло перед своим населением», — добавил он. Бюро экспресс-мониторинга общественного мнения «Демоскопе» при Международном центре журналистики «Медианет» провело опрос среди жителей Казахстана об их отношении к возможным досрочным президентским выборам, — передает «Интерфакс Казахстан». 82% респондентов сказали, что готовы принять участие в досрочных президентских выборах, 11% голосовать не будут и 7% опрошенных не определились с решением. По данным опроса, 57% казахстанцев поддерживают саму идею проведения досрочных президентских выборов. 120 человек в пяти регионах Казахстана обратились за медпомощью после прививки от кори, — сообщил Костак. По состоянию на 19 февраля привито около 500 тысяч человек в возрасте 15-19 лет. На сегодняшний день зарегистрировано около 120 обращений с жалобами на головокружение, головную боль, онемение конечностей, незначительное повышение температуры в Карагандинской, Мангостаусской, Жамбылской, Южно-Казахстанской и Атраусской областях, что в большинстве случаев не связано с иммунизацией и расценивается как следствие проявления индивидуальной чувствительности с учетом психоэмоциональной неустойчивости, характерной для подросткового возраста, — говорится в сообщении Минздрава. Комитет по делам религии Министерства культуры и спорта Казахстана выразил свою обеспокоенность случаями, когда учащиеся средних школ в Казалардинской области в целях посещения жума-намаза пропускают уроки, — сообщил Интерфакс Казахстан. Безусловно, государство не препятствует воспитанию ребенка, основанному на религиозном мировоззрении родителей, и в то же время никто не имеет права по мотивам своих религиозных убеждений отказываться от исполнения обязанностей, предусмотренных Конституцией Республики, — говорится в сообщении Комитета. О городских событиях вы узнаете сразу после рекламы, не переключайте. Продолжим выпуск. О возгорании еще одного автомобиля сообщает ДЧС Активенской области. По улице Пацаева горел автомобиль марки «Фольксваген Пасса» 1996 года выпуска. Вызов на поль дежурного поступил в 9.30 утра, но уже к 10 часам огонь ликвидировали пожарные. Жертв и пострадавших нет. Причины и ущерб уточняются. Автомобиль выгорел полностью. Минувший год выдался нелегким, но, тем не менее, почти все из запланированного удалось реализовать. Об этом было сказано сегодня о Кимом области в ходе ежегодной встречи с населением. Сельхозпроизводство, строительство, госпрограммы, образование, развитие малого и среднего бизнеса и многое другое. Итоги прошлого и задачи на этот год в следующем материале выпуска. Из грустного, пожалуй, только не погода, попортившая прошлогодний урожай. Зато хорошую погоду в 2014-м делали инвестиции. Свыше 500 миллиардов тенге. Четвертое место по республике. Тысячи актюбинцев обрели крышу над головой, возросли поступления в бюджет, отремонтированы километры дорог, газифицированы десятки сел. Только вот безработица осталась на прежнем уровне. По словам Акима области Архимеда Мухаммедова, в нынешние не самые легкие времена важной задачей является сохранение рабочих мест. С этой целью власти подписали более 800 меморандумов с предприятиями области. Правда, риск сокращений кое-где все-таки имеется. Мы в этом году приняли дополнительные меры. Особенный акцент будет сделан на городах Тубе, где большое скопление промышленных предприятий. Три наших нефтегазодобывающих района – Мугалжар, Тимир и Байганин. И Хромтовский район – это горная металлургия, где возможно будут высвобождения. Хотя мы сегодня ситуацию стабильно контролируем. 12 тысяч рабочих мест будет создано в 2015-м. И все за счет дорожной карты занятости 2020. Остановился глава региона и на еще одной госпрограмме – программе индустриально-инновационного развития. Мы первые пятилетки ввели из 83-74 проекта, это 90%. Инвестировали в экономику области 547 миллиардов тенге. Только за прошлый год мы ввели 7 проектов на сумму 220 миллиардов тенге. Новыми промышленными предприятиями, введенными по программе только за прошлый год, выпущены продукции на сумму почти на 182 миллиарда тенге, что составляет 15% от общего объема промышленности. Задача второго этапа программы – выход на плановые мощности ранее введенных проектов. Вот в эксплуатацию реализуемых и начало строительства новых объектов. Что касается строительства жильям, то, по словам Архимеда Мухамбетова, развитие жилищной программы в нашей области продвигается динамично. В целом, жилищная программа развивается у нас достаточно динамично. Такое направление, например, как жилстроить сбережения, то, что мы годами накапливали опыт финансов и средства, и в этом году, в это нелегкое экономическое время, нам помогает, можно сказать. Мы дополнительно жилстроить сбербанка берем сейчас почти 4 миллиарда тенге. Для чего? Для того, чтобы решить за два года проблемы где-то более 500 семей, предоставить им жилье. Самое главное – обеспечим новые рабочие места. Вся струндустрия заработает. Кирпичные заводы, заводы по выпуску ЖБИ, значит, фундаментных блоков, студенты, строители – все будут задействованы. Транспортно-логистическая инфраструктура, о развитии которой говорилось в программе «Нурлыжол», без внимания также не осталось. В частности, строительство автодороги «Астана-Актубе-Атрау». По территории нашей области проходит протяженность дороги, если брать «Актубе-Атрау», вот самый такой сложный участок, более 320 километров, который не ремонтировал с 80-х годов. Большая аварийность и так далее. Поэтому мы сейчас работаем, активно участвуем в проектировании дороги. Свои предложения мы направили, уже предварительную поддержку получили. Это, во-первых, южный обход со стороны Храмтау, не заезжая в город. Будет построен новый мост через Илег, чтобы разгрузить наши мосты Илегские и Кирпичные. Уйдет на 41-й разъезд и в сторону лесополосы, не в сторону коммунальной складской зоны, не в сторону, а в сторону лесополосы будет расширение дороги до Новояджанского моста. Больше часа ушло у Акима области Архимеда Бухамбетова на то, чтобы озвучить итоги развития «Актубе» в прошлом году и обозначить задачи на 2015-й. Послушать отчет главы региона собрались порядка 600 актюбинцев, представляющие широкие слои общественности. Кроме того, Акима ответил на вопросы населения, которые можно было заранее задать в блоге Акима и посредством специальных ящиков. Все они в основном касались социальной сферы. Аселькин Жалина, Жаслан Жубаев, программа «Факт». И сегодня же под председательством главы региона состоялось заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Участие в нем приняли Акимы районов и города Актубе, руководители заинтересованных ведомств, представители СМИ. А темой совещания стала подготовка к предстоящему паводку. Члены комиссии заслушали три основных доклада о ходе подготовки к проведению противопаводковых мероприятий, доложил начальник ДЧС Бауржан Сыздыков. Он отметил, что на территории области имеется 145 водохозяйственных объектов, которые находятся в удовлетворительном состоянии, и угрозы населенным пунктам не представляют. Особое внимание уделяется контролю над водохранилищами. Их у нас три. Каждая заполнена лишь наполовину. На выделенные средства создан необходимый запас ГСМ, инертных материалов, медикаментов и санитарно-хозяйственного имущества. В готовность приведены все экстренные службы. Вопросов к докладчику не возникло. Свои замечания по подготовке к паводку высказал Аким. То, что сегодня мало выделяет денег некоторый район, это никуда не годится. Давайте выделяйте деньги. Если останутся после противоположных мероприятий, пожалуйста, вы можете перенаправить на другие цели. Лето, значит, купальный сезон, надо изготавливать знаки, устанавливать там другие меры предосторожности. Правильно? Всегда эти деньги не останутся, не освоены, не останутся без контроля. Поэтому такие вот поручения даю. Надо взять на особый контроль. Проинформировал собравшихся о проводимой на территории областного центра работе и Акимгорода. Ерхан Умаров отметил, что укреплены места обваловки грунта на участке Юго-Запад-2, вдоль трассы Самары-Шимкент, обустроены два переезда через подтопляемую зону в поселке Жанаконос. Кроме того, обустроено русло реки Сазда протяженностью более 2,5 тысяч метров. И эти работы будут продолжены. В текущем году из городского бюджета на поведение противоположного мероприятия выделено 70 миллионов тенге. В целях предупреждения паводковой ситуации в летний осенний период 2014 года были проведены следующие виды работы. Капитальный ремонт системы отвода поверхностного вода по улице Алтензарина протяженностью 2 161 метров, по улице Ломоносова протяженностью 1568 метров. Общая протяженность составляет 3729 метров. Реконструкция насосной станции района Угольник с полной заменой насосного оборудования для отвода поверхностного вода с улиц Неманово, Азнаурос и улиц Шайкенова. Кроме того, в городе продолжаются работы по вывозу снега. Уже сейчас на полигон отправлено порядка 90 тысяч тенге. Определены наиболее подтопляемые районы, внимание которым теперь уделяется в первую очередь. Это Москва, Курмыш, ГМЗ, Шанхай. Приобретено 4000 тонн инертных материалов и 6000 тонн ГСМ. Что касается спецтранспорта, то дополнительно он будет привлекаться как от коммунальных предприятий, так и пожарных частей. Для размещения людей подготовлена станция юных туристов и ряд городских школ. В городе у нас расположен более 200 дачных насилов. Практически 30-40% они под угрозой затопления. Поэтому сейчас они уже привлечены в населенные пункты, можно сказать. Поэтому должна быть подготовка. Жестко надо контролировать, когда предупреждаете, когда же не покинут. Жестко надо контролировать. Бывает так, как будто покинули, потом остались. И могут быть какие-то плачевные последствия. Поэтому эту работу надо жестко контролировать, не проводить, заранее помещать. И тем более, когда 2-3 дня, мы знаем, какие рейки когда поднимаются, какие дачные насилы будут потопиться. Руководитель Казводхоза Бекзат Намета в свою очередь заверил, во всех объектах республиканской собственности проведены технические обследования. На всех стратегических объектах организовано круглосуточное дежурство. Проводится ревизия плотин. Заслушав докладчиков, Архимед Мухаммедов дал ряд поручений Акимам районов и города. В частности, обследовать места возможных затоплений, организовать вывоз снега из населенных пунктов, произвести расчистку русел рек, принять меры по организации бесперебойной работы в условиях паводка, систем электро, газа, тепла и водоснабжения, а также организовать обучение населения и соответствующих служб правилам и действиям в чрезвычайных ситуациях. Ирина Гудес, Алексей Уразов, программа «Факт». Жительница Ак-Тубэ нашла в батоне запеченную сигарету. Таким образом, семейный ужин закончился отравлением 17-летней девушки. Впрочем, нужно заметить, подобные находки регистрируются в нашем городе регулярно. Теперь батон за 65 тенге. В семье Куздебаевых хранят как вещественные доказательства. Моя дочь кушала батон. От этого внутри вышли сигареты. Теперь дочка болеет отравлением от этого хлеба. Я возмущаюсь. Как это можно так? Я сегодня ходила в Рамазан. Теперь они отказываются. Говорят, это не наши батоны. Как это можно так? Сам батон был куплен в частном магазинчике на улице Станционная. Но когда покупатель обратился с жалобой в торговое место, его сотрудники переложили вину на производителя хлебобулочных изделий. По их словам, одно из местных ТО. Сегодня Алмагуля Куздебаева написала жалобу в городское управление по защите прав потребителей. В этом ведомстве заявление приняли и обещали уже завтра нагрянуть в магазин с проверкой. К слову, покупательница могла бы рассчитывать на большие потребы в суде компенсацию. Но для этого необходимо иметь чек. В данном случае фискальный чек в магазине женщина не взяла. Тем не менее, рассерженная покупательница намерена подать в суд и на продавцов, и на производителя батона с окурком. Алмагуль Куздебаева уверена, что предприниматели должны быть более добросовестными. Около 800 октябинцев призовут на срочную воинскую службу этой весной. Всего ряды вооруженных сил Казахстана с апреля по июнь пополнят более 15 тысяч срочников. Уже с 8 марта начнут работу предварительные медицинские комиссии, а также будут проводиться беседы с родителями и самими будущими защитниками Отечества. Прозывную кампанию мы начинаем после 8 марта. То есть будем проводить предварительные медицинские обследования. Потом будем готовить беседовать с родителями. Это у нас идет изучение призывников, беседа с родителями. У нас началось после Нового года, то есть 15 января этого года. Призыв мы планируем где-то начнем с апреля месяца и заканчиваем где-то числа 25 июня. Как отметили представители областного департамента обороны, в нынешнем году изменений в процедуре призыва на срочную службу почти нет. Кроме того, что призывников перед отправкой прямо в сборных пунктах обеспечат военной формой. Это прошлогоднее нововведение. В Министерстве обороны решили призвать на постоянную службу. Это все новости к данному часу. Я с вами прощаюсь. До завтра.